У нас, пожалуйста, вопросы из зала. Марина Бочкарева, я здесь. Я корреспондент информационного агентства РНС, Рамблер Ньюс Сервис. Какого агентства? Рамблер Ньюс Сервис. Во-первых, спасибо вам большое за этот разговор. Завтра у меня нет, послезавтра у меня будет Мамут. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос касается российских СМИ в целом. Российских СМИ, которые пишут о взаимоотношениях власти, общества и бизнеса. Коммерсанты, ведомости, РБК. Вы затронули вопрос о свободе слова и того, как это связано с ответственностью. Скажите, у этих крупных СМИ есть реальная свобода слова? И не злоупотребляют ли они это свободой слова? Это первый вопрос. Второй. Вы видели видеообращение Алишера Усманова к Алексею Навальному? Как вы их оцениваете? Как вы оцениваете тот факт, что крупный бизнесмен выбирает такую форму реагирования, ответа на видеообращение блогера? Спасибо. Спасибо. Я вообще не поклонник Алексея Навального, и он не мой поклонник. У нас с ним были дебаты на дожде. Вы знаете, я в отношении него могу сказать словами Вольтера, я не согласен ни с одним вашим словом, но я готов отдать жизнь за ваше право это говорить. Вот таково мое отношение к нему. Что касается Усманова, ну странно это все. Ну что, почему я это вообще должен оценивать? Это что, очень важно? Почему об этом вообще говорят? Нет более интересных, важных вещей в нашей стране, чем вот то, что Усманов так ответил Навальному. По-моему, ну, вот такой Усманов, такой Навальный. Если бы посадили бы, убили бы, я не знаю, это был бы разговор. А так он ничего, ну. И это выносит на какой-то, там, это становится предметом обсуждения. Да не все ли вам равно, как Усманов ответил Алексею Навальному? Это действительно вас волнует? Ну, хорошо, ну что же делать? Меня не волнует. Меня вообще не волнует. Потому что меня не волнует то, что о нем сказал Навальный, и обратно меня не волнует. Это никак не влияет на мою жизнь. Это два человека, чего-то там, ну и что? Это что касается. Теперь насчет злоупотребления. Во-первых, есть ли у нас вообще независимые СМИ? Я называю независимым СМИ, которые, а, не зависят от власти, и, б, не зависят ни от каких других организаций, кроме себя. То есть такое средство массовой информации, которое никому не принадлежит, кроме самого хозяина этого средства массовой информации. На мой взгляд, таких у нас нет. У нас нет средства массовой информации, которое бы не зависело от власти. Вы это прекрасно знаете. Если власть захочет расправиться с каким-либо средством массовой информации, то абсолютно нет преград. Поэтому в этом смысле нет. Другое дело, что власть допускает определенные противостояния, или даже, можно сказать, оппозицию. Но почему допускает? Да потому что читают эти СМИ три с половиной человека. Но на телевидении не допускает. На главных каналах не допускает. Потому что именно главные каналы формируют общественное мнение. И это уже доказано, это мы это знаем. А там, ну даже Эхо Москвы. Ну сколько человек одновременно слушает Эхо Москвы? Ну миллион, это в базарный день. А что такое миллион? Ну пускай слушают. На здоровье. Слушайте. И главное, сказал, замечательно, все довольны. Ну и. Это очень цинично. Но это так. Вот если бы, когда-нибудь, и это будет, конечно, будут средства массовой информации независимые, полностью независимые от власти, меняется картина. К сожалению, в мире сегодня очень мало есть стран, где сколько-нибудь много вот таких средств. Потому что если они не зависят от власти, они не зависят, то они зависят от того конгломерата, куда они включены. Ведь когда-то, например, CNN принадлежал Теду Тернеру. И больше никому. И у Теда Тернера были определенные взгляды на то, что такое журналистика. И какая задача ставится. А потом он продал это. Он продал NBC. А NBC принадлежит AOL. А AOL принадлежит. И вот такое конгломератище, где вот маленькое вот такое там CNN. И совсем другие задачи ставятся. Это уже не независимые СМИ. И вот это общий процесс, который происходит и в Англии, и в Америке, и в Германии, и во Франции. Постепенное вхождение или приобретение совсем не информационными организациями средств массовой информации. В качестве А. заработка, так сказать. Ну и Б. инструмента. Так что, ну да, они, наверное, РБК, ну может быть, там, да, злоупотребляют. А новые газеты не злоупотребляют? Ну, по-моему, иногда злоупотребляют. Не в этом дело. Не в этом дело. Дело в зависимости. И вообще, может ли быть средства массовой информации оппозиционным? Априори. А где информация-то? Раз вы оппозиционный, значит, вы мне говорите, вот это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Я говорю, увольте. Вы мне расскажите, просто дайте мне факты. Почему вы меня убеждаете? Разве в этом смысл средств массовой информации? Информации. Где она? Вот вопрос. Добрый день. Алексей Навальный. Меня зовут Алишер Усманов. Имею в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочиться им голову. Олигарх Алишер Усманов, один из самых богатых людей России, состоянием 13 миллиардов долларов или 738 миллиардов рублей, подал на меня в суд и вообще на весь фонд борьбы с коррупцией и хочет добиться судебного решения о том, что он не платил взяток Дмитрию Медведеву. Как это мы утверждаем в нашем расследовании, он вам не Димон. Занятно, что Усманов вообще-то резидент то ли Великобритании, то ли Швейцарии. Налоги он платит тоже за пределами России. Но зато в суд он подает российский. Знает, что только здесь ему обеспечат нужное судебное решение. Ну, еще бы. Взятки-то он платил на самый верх властной вертикали, а значит, любой судья возьмет под козырек. Ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где плачешь налоги? И вообще ты плачешь налоги. А вот я плачу налоги только в России. Я хочу, чтобы люди, которым ты врешь, морочишь мозги, лжешь, клевещи, знали, что вот даже в этом году только я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу. Кстати, по поводу остальных средств, которые тебя так сильно мучают, тоже хочется как-то сказать. Я же чувствую страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. Мучает это тебя, видимо, сильно. Напоминаю, что мы установили следующее. Усманов подарил фонду соцгоспроект, контролируемому людьми Медведева, усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей. Мы уверены, что это взятка. Ты врешь и в следующем, когда ты говоришь о том, что я взятки даю. Ты пойми, взятки не регистрируют в регистрационной палате, не открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо все-таки не дно читать книжки, по недвижимости, по земельной собственности и так далее. Потому что у них иногда бывает, что людям платят не только за то, что они делают сделку, а за то, что они не делают. И вся эта история с землей, с домом, это огромная многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага. Благодаря нашей деятельности видеоблогером стал никто иной, как Алишер Усманов. Один из богатейших олигархов России, один из богатейших людей в Великобритании и, по нашему мнению, взяткодатель, взяточник, мошенник и жулик. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша. И для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать, это лай мозгки на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok